Приветствую вас! Знаете, вот, ваш вопрос, это такая шпаргалка для психологов, как не надо делать, вот, серьезно, то есть, ну, вот, я не знаю, сознательно вы это сделали или нет, но, вот, знаете, отвечая на ваш вопрос, практически невозможно не нарушить какие-то правила этики. Отвечая на ваш вопрос, невозможно, практически, ответить профессионально, да, совершенно профессионально, вот, ответить нельзя. И, в общем-то, у нас тут 12 ответов на ваш вопрос, и, блин, вот, серьезно, ни одного, как бы, ответа вы не сделали лучше, вот, я не удивлен этим, потому что ваш вопрос, он очень неопределенный, Ваш вопрос, он обращен, куда-то, вот, никуда, да, и вы хотите, чтобы мы за вас приняли решение. Мы, как из невыходительства, мы вам дали ответ. Правда в том, что психолог, он не может дать ответ такой, какой вы хотите именно. Психолог может дать ответ другой. Психолог может дать ответ, например, как вы попали в эту ситуацию, почему вы попали в эту ситуацию. Но даже здесь, это не психолог дает ответ этот, даже здесь, это не психолог ответ дает, а вы сами, вы сами этот ответ находите в работе с психологом. Понимаете, какая, понимаете, какая штука получается интересная. Так, получается, вот сейчас, по крайней мере, ну вот, на данный момент, получается, получается так, что вы хотите, вот, чтобы мы вам дали ответ, дали ответ, вот, при этом у нас информации нет, ага, то есть мы не знаем, мы не знаем, мы не можем узнать, да, ну, того вот, что с вами вообще происходит, да, ну, мы не знаем, как у вас складывались отношения раньше, мы не знаем, как вы, вы, вот, ну, вообще выстраивали отношения свои. Без этого, наверное, ну, вряд ли, вряд ли, возможно, дать вам какой-то, ну, такой адекватный ответ, прям, чтобы вот, ну, чтобы вам понравилось, вот. Так что, видите, я рекомендую вам, все-таки, вот, именно на этот момент обратить внимание свое. В первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь. Дальше, значит, горькая правда лучше, хотя бы, потому что она, вот, правда, хоть и горькая, помогает видеть мир реальным, вот, таким, собственно, какой он, этот самый мир есть. А ложь, даже если она сладкая, она вводит человека в иллюзию. А иллюзии ведут, опять же, к тому, что такой человек просто-напросто не живет. То есть, вы, если будете, ну, опираться, условно говоря, на иллюзии, да, вы не будете жить, самое страшное, жить можно только опираясь на правду. А горечь правды всегда зависит от восприятия. То есть, ну, от восприятия, от ожиданий и так далее. Поэтому, мне кажется, что вы, если измените свое отношение к правде, если минимализируете тот негатив, который вам может быть причинен правдой, то в правдах в итоге гораздо более желание, чем ложь. Ну и ложь может быть также желание, если входит от нее боль больше. Иногда лучше каких-то вещах не знать и просто жить, не зная об этом. Дальше, что лучше? Отпустить от себя человека, сохранив теплые воспринимания, независимая брада или сердечная брада, в одну не совсем сладкую, разочароваться у человека, снять розовые зажки, запустить спокойную душевность, тяжесть на сердце. А от чего тяжесть на сердце будет только? От чего взяться тяжесть на сердце? Что вообще такое тяжесть на сердце с точки зрения психологии? Тяжесть на сердце – это боль утраты, которую нужно пережить, это невыраженные эмоции. Повторюсь, невыраженные эмоции, невыраженные переживания и боль утраты. Вот и все. Так что у вас конкретно? Может быть ни один и ни другой вариант при анализе ваших отношений не покажет себя наилучшим. Может быть при анализе ваших отношений выявится, что есть третий вариант. И этот третий вариант куда более предпочтительный, чем тот, что вы здесь написали. Это такой момент. Далее. Вы спрашиваете, что лучше? Лучше для кого? Ну, тут вам нужно самой ответить себе на вопрос, что лучше. Как может психолог, в данном случае чужой человек, решить за вас, что для вас лучше? Это невозможно. Поэтому для меня ситуация такая, что нужно А. Делать анализ ваших отношений с человеком. Разбираться в этом и смотреть как в чего. Б. Работать с вашим восприятием горечи правды, из тяжести на сердце и так далее, и так далее. Вот. И. В. Это научить вас самостоятельно выбирать, что лучше именно для вас. Такой вот Ольга вам ответ будет. А так просто посмотрите. Вот. Вы говорите, отпустите от себя человека, сохранив тёплые воспоминания, не знав о ней всей правды. А зачем вам эта правда? Вот. Для чего она вам? Зачем? Почему вы считаете, что правда это то, что всегда хорошо? Почему-то. А может быть для вас? Может быть для вас? Для вас? Это так. Для вас может быть правда это всегда хорошее. Но. Тогда нужно исследовать этот момент. Опять же. Позвольте. Что для вас лучше? А это можно сделать только на беседе. И вот суммируя всё вышесказанное, хочется у вас спросить, а действительно ли вы хотите свою проблему решить? Правда ли вы хотите свою проблему решить? Потому что, судя по всему, беспокоит вас это изрядно. Серьёзно. Ну вот, очень краткий задаёте вопрос. Риторический задаёте вопрос. Очень личный задаёте вопрос. Не в том смысле, что интимный. А в том смысле, что только вам решать, что лучше. И не хотите вы, Ольга, брать ответственность на себя за то, что в вашей жизни происходит. Вот. У меня вопрос. Как без принятия, без взятия личной ответственности можно решить свою проблему? Хотите ли вы это сделать? Если хотите, выбирайте себе психолога, мы вам поможем. Если не хотите, то тут можно обсуждать очень-очень много и долго, что лучше. Я уверен, что каждый ответит так, как он считает нужным. Это не разговор клиента и психолога. Это не разговор деловой. Это разговор такой вот, чисто, знаете, как сказать. Ну, чисто такой. Бытов бытовой. Психолог так не работает. Если вы понимаете, что мы профессионалы, то вы понимаете, что такие вопросы, на вопросы такого плана мы не отвечаем. Потому что это не серьёзно. Это не серьёзно не в том смысле, что это не стоит внимания, а это не в серьёзном смысле, что для профессионального психолога это не материал для работы. Такой вот момент. И тогда у меня к вам есть ещё один вопрос. С какой целью вы обратились сюда к нам? Для чего вы задаёте свой вопрос? Правда ли вы готовы прислушаться к ответам, вот если вам кто-то скажет, что правда лучше или ложь лучше? Правда ли вы готовы прислушаться? О чём это говорит? О том, что вы готовы прислушаться? Вот об этом мне кажется и нужно в первую очередь нам с вами побеседовать. На этом всё. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!